Вот, ребята, запускаю отопление, вот, так как у меня комната та, где когда-то был офис, работало 4 человека, вон, видите, какой офис у нас был, сейчас это склад, тогда вот заходили, здесь вот люди сидели, и был офис, и вот это было мое отопление, оно очень себя хорошо зарекомендовало, тоже все на шлангах, вот, сейчас я воду здесь сливаю, в этих батареях нет воды, с той стороны тоже, вот так, и сам, так как я остался один, когда-то тут работало 4 человека, Теперь я остался один, людей вообще нету, вот, и я решил переехать в склад, вот, теперь у нас вот тут был склад когда-то, я хочу здесь сделать себе офис, вот, когда-то у нас тоже здесь стояли батареи, но они в очередной раз там у нас что-то со сторожем случилось, он не затопил нормально, и все тут полопалось, варили-варили, вот, сейчас я больше на это не надеюсь, вот, и сейчас запускаю новое, такое, самое, самое, ленивое отопление, просто труба 42-я там или 43-я по внешке идет у нас, напилил по 3 метра их в основном, они идут, и вот на нее делаю такие шлангочки, вот, наварил вот такие штучки, пэшки, наварил, в принципе, можно и без них обойтись, но тогда шланга надо будет больше, то есть завернуть его, так понятно будет, вот, наварил таких пэшек, сейчас вот стягиваю вот это, и все дело это на гвоздики сначала повешаю, потом, не знаю, как будет, просто удобнее регулировать, снял, а дело сейчас вот пока монтируется все на гвоздиках, вот, на этих, на саморезиках, вот, и потом это все дело буду запускать, хочу сегодня за день это все сделать, я, наверное, сделаю, и сегодня уже запущу к вечеру, вот это у меня, кому интересно, так вот он у нас кран, да, и там тоже снизу кран, а это у меня перезапуск, вот, как раз он в свое время очень сильно меня спас, то есть, когда надо перезапустить отопление, я вот сюда, ну, она закрученная, я просто что-то открутил это, и вот, получается, по, когда идет отопление по малому кругу, здесь вот, по малому кругу вот запускается это все дело, а потом потихоньку-потихоньку уже батареи отразмораживаются и идут, что характерно, батареи никогда не лопнут вот с такой системой, просто-напросто, если вдруг батарея замерзнет, она вот эту пэшку выдавливает, и все, потом вы приходите, ну, естественно, приходится там чем-то обогреть, срочно эту комнату обогреть, по малому кругу запустили, и потихоньку запускаете, каждую трубу в лед просто оттуда убираете, и потихоньку запускаете, все, и у вас опять отопление, в принципе, у нас уже таких случаев была гора целая, мы вот в том офисе, где я только что был, запускали отопление, в течение там шести часов мы полностью его перезапускали, так что это, ну, там, конечно, нужна пушка пропановая, или там еще какая-то пушка, но все, начинаю дальше работать. Так, ну вот, ребятки, заканчиваю, баллон у меня стоит просто, чтобы она не упала, к стенке она никак не прикручена, вот, батарея моя, осталось совсем немного, осталось сейчас вот это соединить вот с этим, и внизу то же самое, и все, запускаемся, так что все готово, будем пробовать, там вот, может быть, что-то кого-то что-то смущает, батареи рабочие будут вот это, 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 а все, что там сзади, это не будет работать, это все старые батареи остались, так что, вот, на это надо не будет не посмотреть, все, дело за малым, сейчас вот это соединяю, сейчас она у меня идет по малому кругу, вот так вот, батареи теплые, вот, сейчас я вот эти шланги убираю, подсоединяю вон туда, вот сюда, и внизу то же самое, и все, поехали. Ну что, ребятки, торжественный пуск, все, я собрал, то есть, получается, вот у нас два регистра сдвоены, тут у нас уже два сдвоенных, и вниз пошла трубочка, вот они краны, сейчас стоит мне их открыть, вот эти два главных крана, и все, и пошло, водичка польется, сейчас пока батареи пустые, пробуем, поехали, открываем, в эту сторону, нет, в эту, открылись, повелось, открываем, все, идет заполнение, слышите, как водичка потекла, а расширитель у меня вон, тут рядышком, о, как сбурлю, слышите, вон он у нас расширитель, где, все, вот это у нас все булькает, тут у меня клапан стоит специально, и даже все равно еще портила слив на всякий случай, при этом еще это все закрывается, кран, три предохранителя, вот у меня туалетик, а полиэтилен я здесь сделал, все-таки там уже почти улица, ну не улица, там все равно холодно, там крыша не очень, так что запускаю свой офис, завтра приду, короче, все это заняло у меня пять часов, собирал я все один, резал трубы, собирал все один, таскал сюда их, эти трубы, а если вот вдвоем, я думаю, быстрее бы гораздо было, особенно когда в последнее время, а еще очень важно эти шланги подобрать, вот у меня эти шланги были на два миллиметра уже, не нашел я, а вот буквально полтора метра, вот она, вот этого шланга, он прям идеально, вот я в конце его втыкал, вообще идеально прямо входил, он прям спокойно входит, если вы подберете шланги по трубам прям четко, то вообще прям собирается легко и быстро, то есть большая часть времени уходит просто тупо на натягивание этих шлангов, тяжело, когда они уже, чем труба, там я и мылом пользовался, он этим фэрри, и еще что-то там, короче, так, ну все, смотрим, все, батарея уже теплая, теплая, завтра приду, будет тепло, наверное, здесь, так что вот, это самый такой ленивый способ батареи, на случай, если они вдруг разморозятся, она легко восстанавливается, вот эти краны, верхний закрывается, этот открывается, пускай по легкому пути идет, по малому, потом эти батареи там все, смотришь, где что лед, его выдалбливаешь, их ни в коем случае не разорвет, в первую очередь просто вылезут эти, резиновые шланги вырезут, вот здесь и все, то есть одно так можно было вместо пэшек этих, просто резиновый шланг подлиннее вот так закруглить и вставить, но я пожалел денег, и что лучше пэшки смотреть, так что вот, стойку, конечно, можно тоже гораздо поаккуратнее сделать, это я так пока, да и тут вряд ли кто кроме меня появится, народу нифига нету, так что вот, может быть кому-то сейчас, это в нашей тяжелой жизни пригодится, у меня был случай, что вы скажете, мол, что сторож, может это, что, сторожа нормального займи, ага, нормальный у меня был один, да не один, уже постоянно что-то происходит, он просто тупо топил, 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 а в один прекрасный момент просто взял и уехал, и при этом не позвонил, мы пришли, тут все заморожено, его нету, я через полгода только его встретил, случайно на улице, говорит, мне на Алтай я уехал, я говорю, что не позвонил-то, ну не получилось, вот так, так что, может быть кому-то с людьми везет, но тут что-то катастрофически не везет, так, все, за это надо выпить, пивка, заслужил, вот, при разморозке очень сильно помогает вот эта пушка, если вдруг заморозилась, ее вкурубаешь, тут становится Африка, и спокойно занимаешься восстановлением батарей, самое ленивое отопление в мире, то есть это у нас труба, 42, примерно, внешка у нее, подобрал шланги на нее, накидал, нарезал ее по 3 метра, чтобы даже если что, ее потом можно будет опять использовать, если что, можно также куда-нибудь в изделии использовать, это, соединил это все дело, и все, и у меня уже вон вода, это, уже все, теплеют батареи, так что, вот он мой офис, из бывшего склада, зиму переживу здесь, потом опять перееду в большое помещение, так что, вот так вот, что у меня тут еще, интересно, ну, как она перемерзает, она, если вдруг что-то случится, льдом выдавливает эти шланги, перезапуск очень быстрый происходит, берешь просто пушку сюда ставишь, быстро помещение обогреваешь, и назад все возвращаешь, все, уже у меня опыт есть, так что, то есть, что я там вам в конце свой опыт оставлю, ссылочки, видосики, вот так, вон там я, даже здесь объем, у меня там подобие балкону такого, туда уходило, коробками заложил, чтобы ничто не уходило, лишнее тепло, никуда, ладно, всем спасибо, Спасибо.